Барокко, флэш, Ваник Смирнов! Нет, подожди, надо договориться. Ваник Смирнов! Здравствуйте. Что такое, я себе говорю. Вот ты кто? Хорошая фраза. Ты кто? Что-то мы встречаем нас... Ну я сейчас что-то скажу, вдохновленный, как кошариком. Весна просто. Что-то ты кто немножечко. Живу в Санкт-Петербурге, все жив. Кто меня знает, кто меня не знает. Я родился здесь. В 97 году начал заниматься музыкой. Господа, Ваник Смирнов на днях снялся в главной роли в фильме каком-то. В каком-то, в общем, 20-20 фильмов уже. На кинотеатрах будете смотреть правильно? Ну это так, все. Надо же крутые вещи о себе говорить. Что у тебя еще крутого? Ну, я хотел потихонечку. Начал заниматься арт-роком. Галанчели, скрипки, протепиано. Ну что такое. Далее перешел на позитив. Потому что я всю жизнь занимался еще параллельно спортом. Может быть, по внешнему виду лица. Заметно, да, какие-то очертания с эффектом бокс какой-то, да? Зюдо там может делать. Это правда. Было бокс, было и дзюдо, были и победы. Вот. Но потом я все-таки полностью отдался творчеству. И начал заниматься вот этим. После арт-рока я начал заниматься скопанком, панком. Потом у меня еще была группа «Полнолуние». Мы играли технотрэш такой металлургический. Симфонию написал. Симфонию написал. Написал много музыки для кино, для спектаклей. Играл в спектаклях. Сейчас в последнее время занимаюсь скопанком в основном. Ну и снимаюсь в кино. В течение, может быть, не знаю, с каких лет. Первого раза попал в кино Калисеевич Герману, известному нашему, так сказать, обстал. Гениальный товарищ. Да, вот. Кинематограф. Ты на трудом ведь богом. Он генитарный был раз. Вот. Может быть, на следующем году может быть. Ну, а сейчас можно я немножко пообщать, можно, да? Да, да. Просто не будьте человеком, у которого спросили, как дела, он начинает все рассказывать. Бог, я... Ты можешь успеть, а потом еще рассказать. Я к тому. Я, конечно, все признаюсь, честно, да? Вот. И признаваясь честно, я хочу сказать, что я не хочу действительно ничего говорить просто. Да? Вот Володя, давнишний мой приятель, 10 лет назад мы с ним познакомились, он тянет свою лямку, творческую лямку, он в этом живет, он человек оттуда, то есть от нас, оттуда. Как он это делает, это уже его личное дело и это его личная жизнь. Как я это делаю? Это моя личная жизнь. У каждого из нас личная жизнь. Вот. Но у меня в жизни было несколько таких штук, которые меня наталкивали на сочинение творческих песен. Не просто там каких-то мультипликационных, жизнерадостных, позитивных, как-то, может быть, чем-то привязанных к желтой прессе какой-то, а именно те моменты, которые вдохновляют на какое-то размышление, какую-то, может быть, внутреннюю скорбь, которая, собственно, у каждого у нас есть. И в основном, когда что-то вот такое серьезное происходит, человек реально сочиняет реальную вещь, непридуманную вещь. Вот, как я хотел сказать, просто она получается в стихах, но это приятно. Вот. Это искренность такая, искренность и вдохновение. Так вот, первая песня, ну, я бы так сказал, две песни, это просто истории с определенным настроением. И эти истории связаны не просто с тем, что я захотел написать стихотворение или песню, а просто это была какая-то необходимость это сделать. Не потому, что я хотел завоевать какие-то голоса, выставить перед кем-то, сказать, что я там какие-то крутые стихотворения сочиняю. Это просто потому, что вот хотелось это сделать и пережить это настроение, переживать его, ну, там, пару-тройку раз в год, когда я вот эту программу играю. Обычно я играю на день рождения, у меня 11-го числа будет, я буду играть в Москве, длинный концерт, там, часа полтора. А сколько тебе лет? Ну, я вообще-то артист, да, нужно так сказать, что артист никогда из своего возраста не хочет создавать. Ну, вообще, по статистике журналистической, мне в этом году 16 исполняется, 15-й был в том году, в 14-й. Зато мне читал статьи, что Вадику с Горокко Плэш, с 194-й лет приглашаю всех на концерт, это было два года назад. Значит, сейчас 16-й, ну, что поделать? Ну, дай бог, чтобы дней 80-й было, 16-й. В общем, песня посвящается бывшему моему брату, который жил со мной вместе всегда, на год старше, вот. Но, на трагическом устоянии, что он ушел, ушел. Песня называется «Готика танца». Готика танца, я говорю, что это не песня, опять же, это просто некоторые настроения, которые меня иногда присвящают. Просто они как-то увенчаны словами. Я, скорее, человек настроения, но, Геннадьевич, это текст. Раскачивал неспешно маятник пространства. Она окружилась, словно фея на стекле. Участниками мы космического транса, Мы, дублин, глядь в земле. И, дублин, глядь в земле. И, дублин, глядь в земле. У тебя танца, У моих тел Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Тоскар DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Мальчик 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 Ожидания черты Грустно, грустно, грустно Перевоплотив В настоящее мечту Отпустит сурок твой болезненный рассудок И разбивая стекла вечная сова Из каменных темниц порхнёт тобою юный На всех даль Без неба На всех даль Один мир Вышептит В струях ветра Без неба Навсегда Один Навсегда Без неба Один Без неба Один Без неба 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 что нужно для себя в первую очередь. А у меня вопрос. Тоже, подождите. Почему вы взяли, что нужно докричать? Девушка, девушка, у меня вопрос. А почему у вас эти вопросы? Ну просто человек хочет докричать. А вы кто? Вот, как вас зовут? Я общество. Так и подпишем. Отвечайте. Я достаточно обыкновенно сказал, что касается меня, в определенном возрасте, у меня было такое стремление, почему-то кричать, чего-то говорить, что-то объяснять. И почему-то мне хотелось, что кто-то меня понял. Вот и все. А ты хочешь отделить себя? Я об этом и сказал, что это, наверное, момент желания проявить какую-то свою индивидуальность, сказать, что я есть хотя бы. В этом смысл. То есть смысл не в том, что с кем-то поспорить, а при желании, в принципе, не послать нахрен, кто со мной не согласен. Ну, в принципе, тоже нормально. То есть я думаю, что у каждого были какие-то вещи, когда ему хочется чего-то просто сделать, обратить на себя внимание. Это макновенная вещь. А тем более она характерна для раннего возраста становления как бы и мирозапонимания, и его заключения, вот эти моменты. Сейчас, вы знаете, я признаюсь честно, я готов покричать тогда, когда... Я и сейчас готов покричать, но просто крики мои, может быть, будут направлены скорее на другое, чем вот тогда, в шестнадцатом, я хотел бы мне сегодня слово шестнадцать. Братья, Квальчу, те песни были написаны в шестнадцатом. Нет, нет, вопрос, вопрос совершенно нормальный. Ранний творческий. Каждый может задать, и вы делаете в том, что вы сами на него можете ответить. Только по своему. Сейчас нужно до себя. Не заслоняйте нам камеру. Так это, это получается, что вопрос... Говорот для утверждения. Да, да, это получается, что вопрос, вы и сами себе его задаете, когда хотите до чего-то докричаться, но я сейчас не отрицаю о том, что, понимаете, могу сказать такую фразу, что, может, она кого-то обидит, но каждый из вас, сидя на кухне или где-то еще, может сказать такую же фразу, что я хочу что-то сказать, а мир хочет просто жрать. Вот это равносильно. Вы можете точно даже сейчас сказать, блин, я бы тоже хотел до чего-то докричаться, потому что у меня есть очень много моментов, которые, я считаю, что справедливо не выполняются вообще в мире, и идет унижение. Я не хотел политики... Идет унижение, идет градация полнейшая, идет забивание, существует много программ по квадрачиванию населения. Я об этом знаю, кто-то об этом хочет знать, поинтересуйтесь. Я просто не хочу об этом ничего говорить, потому что мне будет с вашей стороны смотреться так, что я хочу до вас докричаться. Я просто хочу рассказать несколько стихотворений сегодня в моем ощущениях. Я иногда входил в такое торжество скорби, и мне это приятно. Вадик добрый, он дарит нам свою душу. Вот это и есть, Я просто принорию настроение. Песня о первой и последней любви, которая встречается, опять же, у каждого человека, называется «В триллере огня». Так затянулась мистика ночи, красок стена и от триллера огня. Шепот шаманки, изыски ведьмы, вряд ли отпустят скоро меня. И кошка с длинными когтями Просит солнце не всходить, Ощущая мою слабость, Начинает говорить Будешь ты любить Вечно лишь меня Первая любовь В триллере огня. Первая любовь Раз и навсегда Не помимо бешен кровь Больше никогда В триллере огня Первая любовь В триллере огня Первая любовь Больше никогда Больше никогда Больше никогда Небо любишь вновь Три летния, три летния, Три летния Первая любовь больше никогда, Больше никогда, больше никогда Не полюбишь вновь. А мне бы не слышать вязь этой лести, А мне бы не чувствовать лёд этих губ, Прелесть души моей незачем бести. Красная ртуть, только красная ртуть, И кошка с жадными клыками ранит вновь Живую плоть, убиваясь моей силою, Терзает, как ломоть. Будешь ты любить вечно лишь меня, Первая любовь в триле огня. Первая любовь, красная любовь, Больше никогда не полюбишь вновь. В триле огня, первая любовь, В триле огня, первая любовь, Больше никогда, больше никогда, Больше никогда не полюбишь вновь. Ты не огня, ты не огня, Ты не огня, первая любовь, Больше никогда, больше никогда, Больше никогда не полюбишь вновь. Ты не огня, ты не огня, Больше никогда не полюбишь вновь. Браво! Браво! Друзья мои, извините, что я банально выражаюсь, дурацкая привычка, всегда называть друзьями, когда выступаю, хотя я их не знаю лично. Господа, люди, уважаемые, просто хочу сыграть буквально еще две-три песни для того, чтобы попытаться таким образом сейчас вы доцепитесь до меня опять, женщины, девушки, попытаться передать настроение. Я передаю настроение. Песня называется «Надежда в нас». Вот она как раз ближе к тому, чего бы мне хотелось на самом деле. Да, может быть достучаться просто «Надежда». Во мне есть. Пока. Еще. Помнишь, я считаю, ребята в бездойной главе, кто создал такую красоту и откуда мы взялись? Я разбежу тебе рано-рано, пока люди в сердце еще не поднялись. Предложу мне просто верить, мы выйдем тихо, не закрывая двери. Держать за руки, побежим по волчилевым дворикам сон безлюдных остановок и знакомых скамеек. Дальше от шумного города по лесным тропинкам жилых шорохам, мимо спящей радуги в цветной косынке, не понимая, были бы там прежде или нет. Туда, где рождается рассвет. Ты скажешь мне, пусть это будет прежде, чем здесь уже не будет. Надежда в нас, она живая, от сердца главная слова объединяет страны, констиненты, города. Надежда здесь, тебе он нет. Твоя рука в моей руке, соединяя нас, детей любви, в живых мечтах. Хочется, чтобы одна наша мысль в планету умылась и крылья раскрылись, минуя пространство и время, удвоив веру и силу. Влезем на мокрую крышу каменного небоскреба, легко словно дети, по умной дороге к обрыву, приблизившись к острову краю, не станем сдерживать бега, а лишь утолкнемся сильнее. Дальше, как можно, выше, как птицы, выше и выше, как пьяные птицы. Свет серебристые звезды, там, где война прекратится, вокруг нас счастливая пара, мы обратимся, и подскажете время, а не улыбнуться, наверное, ты ничего не скажешь мне, прижмешься выше, еще сильнее. Надежда в нас, она живая, от сердца главная слова, объединяя страны, континент, города. Надежды здесь, тебе во мне, твоя рука в моей руке, соединяя нас, дитя любви, в живых мечтах. Жить справедливости просто, не ожидая вознаграждения вовсе, а навстречу корысть. Что за мука жизнь оправит деньги? Существование, борьба за выживание, чтобы достучаться, кидаешься в крайность, правду скажет. Не верят бездраве. Миллионы теряют вечные ценности, веру под годами, и бьются художники в двери. А рекламы, блядь, зовут, супермарки, ты ломишься, грешным делом и думаешь, нахрен. Безгуманных, да тут уже ни хрена не останавливаться. Надо скажешь мне, пусть так случится, чтобы наш мир успел измениться. Надежда в нас, она жива, от сердца главные слова, объединяя страны, континенты, города. Надежда здесь, тебе во мне, твоя рука в моей руке, соединяя нас, детей любви, живых в мечтах. Сидя по разным квартирам, не находя себе места, что-то терзало под сердцем, не давая ответа, страха и признаки голода. Чтоб не пропасть, нужно было быть рядом всего-то, и продолжалась молодость до третьего года. Смеясь на празднике, шепчем признание, занимаемся всякой херней, без сознания. Но именно это нам нравилось, а легкость менялась на тяжесть, блять, вновь погружая в томитик и хаос. Белая полоса всегда накрывается черной, а мы не хотим этого знать, мы просто хотим быть рядом в этом мире огромном. Ты скажешь мне, пусть так случится, чтоб никогда нам не разлучиться. Надежда в нас, и судьбой она жива, Надежда в нас, Пусть так caught жива, Надежда в нас, она жива, Субтитры создавал DimaTorzok Покажет нас, пока жива Про любасу, вот такие, дорогие Когда тебя, печаль мой друг Сожмел в своих безжалостных тисках Возьми любовь свою и страх И сердце опусти под облака Самые красивые слова ты разольешь на белое Подаришь нам свой чудесный мир И знаешь, что будут позже петь Стихи твоих глупин Знай, ты не один Когда мурашкой пробежит По Волгой гладил ветерок Вслед за листвою Снежный жим Шипня с тоскою ты один Не верь В дом твой пасть стучит рассвет Когда проснешься на земле Когда из всех ночных твоих тортит Самое красивое останется в ухах Где ты не один Знай, знай, знай Ты не один Печаль мой друг Сожмел в своих безжалостных тисках Возьми любовь свою и страх И сердце опусти под облака В дом твой пасть стучит рассвет Когда проснешься на земле Тогда из всех ночных твоих тортит Самое красивое останется в руках Возьми любовь свою и страх Где ты не один Знай, ты не один Знай, ты не один Знай, ты не один Знай, ты не один Валик Шмирнов, группа «Вароков флэш», лидер группы «Вароков флэш» Валик Шмирнов. Валик, спасибо тебе огромное, подарил нам все дела. И вот, честно, да, спасибо. Ещё раз. Валик Шмирнов! Друзья, я, правда, не знаю, может кто-то в Москве. 11-го числа в Москве будут играть в клубе «Проект Аги». Если вы знаете, такое чудесное место, там собираются люди, я бы слова, творческие. Да, и ВКонтакте тебя можно найти. Спасибо, что слушали и, надеюсь, поняли, о чём я и, может быть, настроение. У тебя есть группа «Вароков флэш» ВКонтакте? Есть. Да, можно найти, там вся информация тоже висит, если на будущее. Мало ли, может, люди смотрят через год тебя на этом видео. Спасибо. Спасибо, Валик.